здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи из иерусалима политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день ну вот сутки осталось до исторического практически события всяком случае так о нем пишут и говорят я имею ввиду приезд в израиль нового президента сша дональда трампа как заметил кто-то из журналистов по этому поводу в израиле наблюдается полная трампомания действительно творится что-то неописуемое переносятся рейсы из международного аэропорта в другой терминал иерусалим судя по сводкам напоминает вообще осажденный город куда лучше не ездить по которому лучше не передвигаться и так далее идут какие-то устрашающие всех сообщения о том что номер дональда трампа будет напоминать какой-то неприступный бункер и так далее и так далее сначала первый вопрос такой это не первый раз когда в израиль приезжает президент сша но таких такого шума таких мер безопасности по моему еще не предпринималась я на самом деле не согласен мне кажется что нет принципиально тем что делается сейчас и тем что делалось во время визита барака обамы тысячи тринадцатом году и даже в более ограниченном формате во время его присутствия на похоронах президента переса в 2016 поэтому мне кажется что сенсационность она скорее связано не столько с организационными мерами которые несколько отличаются понятно потому что отличается повестка дня визита его программа но это сжатая но достаточно насыщенная я думаю что сенсационно связано с самой фигурой трампа и достаточно туманными перспективами того чего следует ожидать от его визита и какие заявления публичные он сделает во время присутствия в израиле ну вот по поводу вы сказали туманности возможных заявлений трампа по ближневосточному процессу конкретно израильско-палестинским отношениям тем не менее вот уже предполагается что трамп как пишут израильские газеты трамп хочет достигнуть соглашение имеется ввиду между израилем и палестинцами в течение 16 месяцев ведь и даже конкретный срок называется трамп не стая не будет ставить себе никаких таких амбициозных целей для того чтобы достичь до какого-то соглашения по одной в первую очередь по одной простой причине в данный момент в вашингтоне нет абсолютно никакой политической базы для оказания давления на израиль целью выutoiz israel согласиться с какими-то требованиями палестинцев которые сегодня израильской сторона пойти не готова если трамп не намерен выкрутить руки палестинцам и согласиться и заставить их каким-то образом согласиться на израильские требования то тогда шанс виду то что израиль каким-то образом удастся заставить подписать соглашение, не соответствующее с точки зрения перерыва минимальным израильским требованиям. Это абсолютно лишило всяких оснований. Задача, я думаю, на этом этапе будет состоять в том, чтобы торжественно объявить о возобновлении прямых переговоров между Палестинской Афганией и Израилем. И это уже само по себе там сможет называть большим дипломатическим прорывом. А что, уже есть договоренность такая, на ваш взгляд? На самом деле это тоже предмет вещь, покрытая мраком неизвестности. Скажем, Абумазан в последнее заявление говорил о том, что он готов к такого рода декларации. Если она состоится на тройственной встрече, он, Трамп и Натаньягу, то его честь будет таким образом удовлетворена. Председатель автономии намекал. Проблема состоит в том, что теперь уже Израиль не готов без всяких условий заключить Абумазана в объятия. Натаньягу, скорее всего, исходя из того, что на данном этапе Абумазан в своем нынешнем статусе не может обеспечить какого рода позитивный прогресс на пути к этим переговорам. Хочет, чтобы, по крайней мере, такого рода фотооп, выгодный для Абумазана, который сможет представлять себе не как саботажник мирного процесса, которым он в действительности является, чтобы за это Абумазана заставили как-то заплатить. Заплатить прекращением финансирования заключенных в Израиле террористов, заплатить какими-то обязательствами прекратить односторонние действия в международных структурах, к чему его, кстати, обязывают соглашения ОСЛО и так далее. То есть, это была часть израильских требований, выдвинутых в открытой форме Натаньягу, еще на встрече с Трампом, когда он летал в Вашингтон. Еще один момент, тоже, как вы выражаетесь, покрытым мраком. Все, кто комментирует приезд Трампа и, возможно, его заявления, разделились, ну, чуть ли не поровну в ожиданиях того, объявит он о переносе посольства американского в Иерусалим или не объявит. А по этому поводу существуют какие-то прогнозы? Я думаю, что в данный момент оценка склоняется к тому, что, скорее всего, не объявит, поскольку работа над этим вопросом в американских структурах официально не завершена. Мы слышали совсем недавно заявление госсекретаря США Тиллерсона о том, что мы над этим работаем. То же самое говорил и советник Трампа по национальной безопасности Макмастер, поэтому, скорее всего, вряд ли такое драматическое заявление состоится, что да, может произойти это заявление Трампа о том, его, так сказать, из уст американского президента о том, что он находится в Иерусалиме, столице Израиля. Такой шаг сам к себе тоже будет беспрецедентным. И, конечно же, наверняка встретит немало приветствий со стороны Израиля, его сторонников, и наверняка протеста в арабском мире. Правда, непонятно, как. У него только что был такой царский прием в Саудовской Аравии, где ему вручили такой сногсшибательный подарок 110 миллиардов долларов инвестиций в приобретение американских вооружений, плюс еще где-то 250 миллиардов планирующих, планируемых саудовских прямых инвестиций в Соединенные Штаты. Поэтому, возможно, что даже такая декларация саудовцы убедили американскую сторону попытаться все-таки воздержаться от нее в надежде на то, что Трамп на это пойдет, в Саудовской Аравии и в умеренном арабском режиме сэкономят немало головной боли, а в Израиле, как вот, если судить по тем утечкам информации, которые Белый дом пытался создать перед начальством лета, что в Израиле, в общем-то, не очень, так сказать, передаются мы этой теме вот такой большой важности. В Израиле есть другие, гораздо более существенные задачи, которые Трамп готов помогать Интониагу решить. В этой связи по поводу посольства я хочу узнать ваше мнение по поводу публикации, которая появилась в российском издании «Известия», в котором говорится о том, что Москва, по сведениям из дипломатических источников, что Москва готова на перенос своих дипломатических представительств в Израиле и Палестине, имеется в виду, что в Восточном Иерусалиме будет открыто представительство палестинского государства, а в Западном Иерусалиме представительство в Израиле. Это что? Попытка перехватить инициативу, проверить почву, показать позицию Москвы? Если это попытка перехватить инициативу, то это попытка не очень удачно, надо сказать, поскольку создание, перенос посольства с открытия дипломатического представительства любой иностранной державы, конечно же, России, в Восточном Иерусалиме, это резкий удар по израильским интересам. Израиль резко против, на данный момент, официальная оппозиция Израиля, что вообще не о чем говорить о превращении Иерусалима какой-то центр палестинского суверенитета, как мы знаем, израильская сторона резко отвергает любые попытки палестинской официальной закрепиться в Восточном Иерусалиме по этому поводу ведется, идет немалая борьба. Понятно, что такого рода предложение, это на самом деле идея, которую, она перекликается в каком-то смысле с идеями, выдвигавшимися в своем окружении Барака Обамы, о том, что Иерусалим должен быть единым городом, но в нем должны быть две столицы. Если две столицы, соответственно, посольства, посольства, так сказать, третьих стран и в Израиле, и в государстве Палестина могут находиться в Иерусалиме. Но понятно, что Израиль, израильская реакция на это дело всегда была негативной, и вряд ли любая дискуссия по этой тематике возможна с израильской точки зрения до решения всех проблем Палестино-израильского конфликта. Тем не менее, надо сказать, что здесь есть еще одна проблематика. Смысл переноса американского посольства и любого другого посольства в Иерусалим может состоять не только в том, чтобы здравый смысл победил, и Среди Америки наконец признала, что столица Израиля, еврейского народа находится в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Нет, здесь есть еще и более серьезный смысл, а именно применение рычагов давления на палестинскую сторону с тем, чтобы побудить ее, принудить ее занять более конструктивную позицию на переговорах. Арик, большое спасибо за ваш комментарий, всего вам доброго. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи из Иерусалима был политолог Арик Эльман. До свидания.